С начала суток боевики 17 раз обстреливали украинских военных на всех направлениях. Двое бойцов были ранены. Сегодня же внедавно освобожденный поселок Пивдене. Вблизи Горловки приехали представители миссии ОБСЕ. Продолжит Геннадий Вивденко. Это поселок Пивдене, недавно освобожденный украинскими войсками. Стороны договорились на несколько часов о прекращении огня, для того, чтобы местные жители могли либо эвакуироваться отсюда, либо хотя бы запастись продуктами. Поселок освободили в первой половине мая, но бои за него идут и сейчас. Было сильный обстрел, и мы выехали. Два дня нам дают на переезд, а потом будут тут месиво. Мы как-то друг друга поддерживали, жили спокойно. Не могу я, дети, больше забрали. Оккупированную Горловку после освобождения Пивденова наши взяли в полукольцо. Враг постоянно пытается выбить военных, в панике обстреливает дома в этом поселке. Ежедневно пустят дом в городе. Что это за 10 дней до нас и в доме? В поселке с утра представители миссии ОБСЕ общаются с местными жителями. В это время происходит провокационный обстрел из вражеского пулемета. Мы четко понимаем, те, кто стрелял, они хотели, чтобы мы не прошли дальше. Чтобы мы не видели все эти факты. Они знают, что если мы услышим и увидим, то об этом сообщим. В поселке остаются более десятка жителей, которые нуждаются в поддержке украинской власти. Мои жители этого района фронта, им нет куда идти, просто-напросто. Нема каких коммунальных служб, которые бы им допомогли. Поэтому я хотел бы, чтобы больше внимания не обратили. Военные обещали привезти генератор для восстановления электроснабжения. Привезли воду и продукты. После обеда тишины и зеленого коридора больше нет. Геннадий Вивденко, Богдан Саврусский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.